библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий дедович добыкин мы с вами на библейском портале экзегет и мы с вами читаем книгу тавита сегодня восьмая глава не буду пересказывать всю книгу мы уже все таки даже приближаемся приближаемся к концу этой книги и тут много всего произошло просто вспомним что было в седьмой но и отчасти в шестой главе ангел который сопровождает тавию говорит что он должен жениться на саре они приходят в дом сары точнее ее отца рагуила и договариваться о браке но рагуил как честный человек он говорит что вот я уже семь раз выдавал свою дочь и все ее предыдущие семь мужей погибали готов ли ты на это пойти ну и тавия говорит да я готов и вот готов уже готова спальня договор брачный договор подписан то юридически они муж женой но вот они должны сейчас стать мужем женой и так восьмая глава когда окончили ужин велик к ней тавию он же идя вспомнил слова рафаил взял курильницу положил сердце и печень рыбы курил демон ощутив этот запах убежал в верхней стороны не послезал его ангел ну я уже рассказывал о том что не само по себе печень и сердце рыбы отгоняя демонов бог отгоняя демонов но действует это через физические предметы христианство библейское христианство говорит о том что бог может освещать и действовать через предметы об этом много говорит священное писание ветхого завета об этом есть указание и в новом завете и поэтому мы православные христиане но не только мы православные но еще другие христиане не не все считаем что бог действительно может действовать через материальное вот здесь тоже самое вот они это сердце и печень материальный предмет но действует сам господь значит это демон убегает верхней страны египта верхней страны египта там пустыня то есть как бы почему он убегает в пустыню потому что по представлениям некоторых древних пустыни было место обитания демонов то есть он как бы вышел из места своего и вот он обратно бежал и там его связал ангел вот этот образ связывания ангелом он повторяется например в апокалипсисе когда сатана скован на тысячу лет когда они стали скомить вдвоем то есть стал спасти ли сказал стань сестра помолись чтобы господь помиловал нас они еще не стали физически мужем и женою но первое что они хотят сделать это помолиться и начал таре говорить благословен ты божий отцов наших и благословены имя святое и славное вовеки значит ну тарея благословляет благословляет бога божий отцов наших то есть ты бог который в которой верили наши отцы значит тут есть очень интересное такое размышление один из размышляет а вот если человек принял истинную веру то может ли он говорить божий отцов наших потому что ведь и его отцы могли быть язычник или вообще не верующие ли там не на верующие вот может ли он так говорить на ответ да может потому что приняв веру в истинного бога он приобретает новых отцов ну и для нас христиан это тоже актуально потому что когда мы уверены в иисуса христа мы становимся чадами авраамовыми а чадами авраама по по благословению и по благодати благословенные метро и святое и славное вовеки почему благословляется не сам бог а его имя здесь такой интересный близкий образ когда хотят показать величие величие то прославляют даже не самого человека а его имя конечно имеется ввиду не само по себе имя а носители но вот такой особый риторический прием ты сотворил адама и дал ему помощницу его подпору жену его от них произошел человеческий здесь очень интересно вот как получается ну какая семья для евреев является образцовой эта семья авраама и сары понятно что и семья иакова исаака и ревеки или там и иакова и и рахили тоже может образцов но конечно все таки авраам и сара но здесь отсылки нету здесь берется еще более дальняя отсылка отсылка к 1 1 паре адаму и его жене почему здесь как бы тари говорит вот как у адама не было даже мысли возможности развестись и взять другую жену что было у авраама вот как у адама не было такой возможности так и мы будем вместе и ныне господи берусь ее сестру мою неудовлетворение похоти но поистину как жену благоволей же помиловать меня и дай мне состариться с ней и она сказала с ним аминь и оба спокойно спали в эту ночь ну здесь что интересно я беру сестру 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 мою в данном случае не надо представлять что он там подчеркивает что вот она его ближайшая родственница хотя они действительно родственники хотя не очень близки то он говорит сестра в духовном понимании она такой же вера как и я дали вот это про неудовлетворение похоти насти как жену демон который нападал на женихов сары его звали осмадей по мнению толкователей это имя происходит от его имя указывает на то что он был блудный бес и вот те семь муж мужей которые заходили к саре они как бы смотрели на нее чистым как на сексуальный объект для тари и она прежде всего помощница помощница так как такой же такая же помощница как него и он даже не думает чтобы с ней развестись и для него жизнь сарой это путь к спасению и вот жена как бы подтверждает говорит аминь истина да будет так и они спокойно спали в эту ночь то есть у них была первая брачная ночь хорошо а что в это время происходит у рагуил рагуил напомню это отец сары между тем ругал встав вышел и упакал мы выкопал магию он уже таких 7 магию выкопал говоря не умер ли этот пришел ругал в дом свой и сказал эй дни женицы пошли одну из служанок посмотреть жив ли он а если нет похороню никто им будет знать там как получилось свадьба то таре пришел они договорились быстро подписали договор устроили ужин и и они отправились в совместную спальню служанка твори в дверь пошли увидев что они оба спят и выйдя объявил он что он жив и прода сам архуил бога говоря благословен ты божий всяким благословение чистым и светлым то есть товей я благословлял бога и ругую то есть видно что тори человек благочестивый и ругую человек благочестивый ну и сара тоже молится и можно понять и она благочестивая здесь описывается две благочестивые семьи, семья Тавита и семья Рагуен. И благословил Рагуен Бога, говоря, «Благословен ты Божий всяким благословением и чистым святым. Да благословляет все святые твои, и все создания ты, и все ангелы ты, и все избранные твои, да благословляет тебя вовеки». Святые твои – это, скорее всего, евреи, иудеи, все создания, то есть ангелы твои. Здесь просто перечисляются разумные существа, которые благословляют Бога, люди и ангелы. «И благословен ты, что восвеселил меня и не случилось со мной так, как я думал, но сотворил с нами по великой твоей милости». О чем идет речь? Речь идет о браке. Но книга Тавита – это та книга, которая возвеличивает брак, прославляет брак. И то, что вот этот брак получился, – это великое благословение. «Благословен ты, что помимо двух единородных». В данном случае единородных – это одного и того же рода, потому что по закону Моисеева, если наследником была девушка, женщина, то она должна выйти за своего близкого, ну или так, за своего родственника. И вот здесь вот это подчеркивается, что двух единородных. «Доверши, владыка, милость над нами, дай им окончить жизнь в оздравии, сесили мы милостью». И приказал рабам своим зарыть могилу один раз и навсегда. И приказал рабам своим зарыть могилу, ну, то есть он выкопал, закопал, ну, так прямо подчеркивается переход от печали до радости. И сделал для них брачный пир на 14 дней. Вот здесь что интересно. Обычно свадьбу играли 7 дней. Немножечко позже сложился обычай начинать свадьбы во вторник, потому что вторник это считался хорошим днем, но играли обычно 7 дней. Ну, почему 7 дней? Свадьба, семья – радость, полнота радости – цифра 7. Ну, а здесь аж в два раза, в два раза больше. «И сказал ему Рагуил склятву, прежде исполнения них брачного пира, не уходи, доколе не исполнится эти 14 дней брачного пира. И тогда, взяв половину имения, благополучно отправляйся к отсутствию ему. Остальное же получишь, когда умру я и жена моя». Что здесь интересно, смотрите. Вот как Рагуил поступает? Он дает часть имения, хотя это даже не преданное. Это действительно половина наследства. То есть, вообще, он мог дать какую-то сумму, а уже все остальное после смерти. Но он сделал именно так. Свадьба продолжается 14 дней. 14 дней радости. Хотя понятно, что потом Сара отправится в дом своего мужа. На этом заканчивается восьмая глава. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы были с вами на Белесском портале «Экзегет». До встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok